Показали, что они действительно находятся в самой лучшей форме, что они действительно лучше всех подготовлены. Ну а FireDragon Esports, команда, которая прошла сквозь Open квалификацию, напомню, сквозь вторую Open квалификацию, она, в общем-то, взлететь не смогла и выиграла всего лишь один матч у команды Znatic. Между прочим, один матч, это же неплохо. Нет, это не они. Нет, FireDragon Esports выиграли... Сейчас скажу, у кого. FireDragon Esports выиграли у RRQ один матч, да, остальным они, конечно же, проиграли. Поэтому хорошо стартануть у них не получилось, но, тем не менее, у них теоретические шансы на проход в плей-офф все еще остаются. Все, что нужно сделать, конечно же, выигрывать оставшиеся матчи, которые у них сегодня будут. Ну, давайте потихоньку уже переходить к драфту. Итак, FireDragon Esports у нас Radiant, Faceless Dyer, драфты вы видите уже на своих экранах. В общем-то, Faceless опять набирают то, что они хотят. Вчера мы, похоже, стартеги видели, да, это Undying CM. Да, один в один, практически. С Нагой Сиреной, Undying, Crystal Maiden. Я, правда, не помню, был ли там Nyx, возможно, там был немножечко другой персонаж. Но основная идея пика, понятно, то есть это, скорее всего, Undying и Crystal Maiden, которые пойдут на Hard Lane с каким-то, ну, с Нагой. Nyx на Safe Lane, скорее всего, пойдет стоять против Slardar команды Dragoon Esports. Ну, и на мид, там против инвокера какого-то героя, наверное, выберут. Вот, сейчас мы узнаем. Это вот стратегия, которую команда Miracle использовала. Собственно. Так, ну что, остается у нас пятый пик от Fire Dragon Esports. То есть есть мид-персонаж, есть оффлейн Slardar. Получается два суппорта, то есть керри героя не хватает сейчас. Коллективу FDE, напомню, что на керри у них попеременно играет либо Брайант, либо Xeon G. Опять-таки, зависит от персонажа, который достанется тому или другому. Ну, и Донужгин, какой-то жесткий ДПСер, скорее всего, под Slardar, под Amplified Damage, потому что нанесите физ урона здесь практически пока некому. И такой герой, который, конечно же, на линии не пострадает против агрессивной триплы Faceless. Ну, даже вот прям сложно представить, что же это будет за чудо-герой. Это герокоптер, раньше ли взять. Персонаж, который действительно обладает некоторыми полезными способностями на первых ловелах, он может драться с первых минут, за счет того, что у него появляется Rocket Barrage. Ну, конечно, популярность он особо не отличается в последнее время. То есть не самый литобый получается герокоптер. Но, тем не менее, вот когда ты хочешь повоевать, когда ты хочешь подраться, герокоптер взять можно. Ну, в общем-то, так и распределились. В принципе, да, выбора тут никакого просто не остается у Драгуна Спортс. То есть нету такого героя, который бы выстоял просто из 110 или сколько там сейчас персонажей в Дота 2. Там какие-то находятся, наверное, 112 сейчас, мне кажется. Нет, 110 и один, по-моему, еще недоступен. Недоступны два, Underlord и Arkwarden. Да, почти так. Я не помню, я вот год назад там готовил информацию, интересовался, сколько там в Доте артефактов, сколько в Доте героев. И вот на тот момент, когда я интересался, там было либо 110, либо 111. Еще не было. Тогда был Arkwarden, но не было Underlorden, кажется. Ну, может, я что-то путаю. Ну, в общем, не суть важна. То есть из такого большого количества героев нету ни одного персонажа, который бы являлся хорошим кэрри и который бы достойно стоял вот против того, что сейчас придет на боту команда Faceless. Элементарно. Сейчас пикается Сларк. Не совсем понятно, куда этот Сларк пойдет, потому что в миде Сларком играть против Unwokera не очень комфортно. Можно отправить его один на один против Слардера, как вариант. И пускай он стоит там, Никса отправить в мид, но мы видим то, что Блэк будет играть на Сларке, Джабс на Наги Сирене. И вполне вероятно, что мы с тобой ошибались насчет расстановки лайнов. Да, стратегия очень похожая, но мы видим это от команды Faceless, а не от команды Meracle. И поэтому вполне вероятно, что тут будет что-то другое. То есть стратегия похожая, но исполнение, скорее всего, будет не такое же, как было у той команды, которая использовала эту стратегию ранее. Ну, то есть, да, расположение трипл-линии в хард нас больше всего интересует. То есть будет сейчас у Team Faceless такая расстановка или нет, но мы точно знаем, что Джабс действительно будет медовая Нага. Ну, а дальше трипла пойдет ли в хард или все-таки будет занимать легкую линию, как это обычно бывает, мы вот сейчас как раз таки и узнаем. Давайте приступать, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что в Team Faceless 5-0, FDG, FireDragon и Sports, они идут с учетом 1-3. Естественно, в Team Faceless могут сегодняшние матчи в целом проиграть, и у них все равно будет стопроцентная вероятность того, что они проходят в плей-офф. А у FDG нужно проигрывать нельзя, если не проигрывают, шансов меньше. Да, вот попробуй, знаешь, что вот сюда может быть нажать, вот сюда, вот сюда, так, тут все стандартный. Странно очень, что мы, так, худ у нас тоже был стандартный. А, это, да, в общем, ладно, нам потом тут нужно будет еще кое-что поднастроить, просто мы думали, что мы поставили стандартную карту, а оказывается, что не поставили. Ну да ладно, да, давайте пройдемся по составу, посмотрим, кто на ком катает, начнем, пожалуй, из явных аутсайдеров этой игры, команда FireDragon и Sports. Итак, VL сыграет на суппорт ElderTitani, XeonG сыграет на Герокоптере, Ben offlane Slarder, Young сыграет на втором суппорте ShadowDemon, ну и Bryant на Invoker. У команды Faceless, Japs на Наги Сирене, Black на Сларке, Nuts на Crystal Maiden, Ice 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 на Никсе, XY на Undyne. Стандартный заход, Blood Raiden, чужой лес вот сюда возле Эншинсов, и они встречают SkyGround противника, это Никс. Ну, Carapace, конечно, подрубает Ice Ice, на какое-то время-то его спасает, но, конечно, пятерка персонажей здесь никуда Никса не выпустит. Это First Blood, такие First Blood мы вчера неоднократно видели, вот именно как раз-таки прям такие характерные забеги, и уже, я думаю, пора всей регионе командам, ну, просто это выучить уже и знать, что вот туда ходить уже нельзя. Здесь будет пятерка вражеских игроков. Может быть, как-то варды туда начнут ставить, хотя зачем туда потом варды, ну, непонятно, да? Ну, просто не ходить, просто либо в пятером держаться, не подставляться по такой очевидной игре. Ну, тут начнем с того, что Никсу просто нечего делать, зачем он там стоял. Он шел на флейн. То есть, ну, он с миды шел на флейн. Как бы, понимаешь, в чем дело. С миды шел на флейн. Да, он, типа, хотел, может быть, подраться на топе, да, там, помочь своей команде, но в итоге, мне кажется, это не особо было нужно, потому что РТГ туда просто не должны были идти. Он должен был, как бы, либо стоять на боте и блочить крипов, либо там стоять на миде и блочить крипов, хотя этим должен саппорт заниматься. Ну, в общем, не знаю, странное, странное решение. То есть, он просто побегал по карте, но никакой пользы от этой беготни, как бы, не было. То есть, он не варды, он не ставил никакие варды, он не помогал своей команде где-то там убивать, вроде как, не должно у него получаться было. Он так просто мимо пробегал и получил по ушам. Ну, возможно, какие-то цели он преследовал, которые я не могу объяснить, или я не заметил, я вот тут пока смотрел составы. Да, мне кажется, что просто там через мид бежал, пошел на нижнюю линию, там, через руну, возможно, как-то Никс, он же может справиться, у него крапейс есть и так далее. Ну, просто пятерка переходила, такое бывает. У нас сегодня на верхней линии довольно интересная дабла получает со стороны Fire Dragon и Sports. Здесь пошли Шаду, Демоны и Герокоптер, им противостоит Crystal Maiden и Сларк. Они пытаются сейчас Герокоптер, между прочим, взять, но против Герокоптера довольно сложно воевать, хотя за счет способности могут и разорвать. Хотя он же и потерял свою жизнь, отдается, это не First Bad, конечно, но, тем не менее, верхняя линия проваливается у Fire Dragon и Sports. Ну, очевидно, что Герокоптер всегда как раз-таки уходил, чтобы не страдать против Undying и Никса, чтобы попытаться подгнобить немного Сларка. Но задача уже изначально проваливается. В целом мы видим, что уже здесь Fire Dragon и Sports решили полноценную трипл-линию организовать. Подошел с Тайлдер Титан. Хотя, может быть, эти два суппорта сейчас будут просто бегать по карте и стараться помогать везде. Ну, посмотрим, что в итоге получится. Вот на нижней линии видим, что Undying действительно занимается тем, что создает Space для своего Никса, потому что такая линия довольно жесткая, Никса и Undying. Прогнать ее практически нереально, при этом они сами очень серьезно напрягают противника. Ну, и против такой Таблы даже стоять не хочется. Видим, что просто-напросто Слардер уходит кто-то в леса. Там терением сверху, атака на наци пошла, наци большие проблемы, пытается погибнуть от нейтралов. Не получается это сделать, что-то демон забирает килл. Ну, вот теперь эта трипл-линия действительно работает. Комбинация довольно простая. То есть Shadow Demon прячет Disruption, подходит Герокоптер, дает Rocket Barrage. Ну, и Лдер Титан при необходимости накрывается, это делает еще и Станом. Под такое подставляться тоже, конечно, не хочется. Не рекомендуется. Но, опять же, остаются опции у Team Faceless. То есть, если Undying почувствует, что у Никса все в порядке, Undying может перетянуться на топ и просто помочь своему Сларку. По идее, Undying против практически любой трипл-линии стоит хорошо. Просто из-за того, что у него есть DK. Ну, он сильным героем является, конечно. Но тут Tomb'у особо не покачаешь из-за Герокоптера. Потому что ты вкачал Tomb'у, он флэгкэноном ее разбивает и еще и всех остальных дамажит. В этом плане Герокоптер, конечно, хорош. Ну да, очень. Против Undying это вообще такой своеобразный контрпик к Undying, когда он был популярен, когда его тамба была сильной. Опять же, никто абсолютно не заставляет их свая качать Томпстон и тем более ставить Томпстон. Качать ты его, конечно, можешь. Просто дикейми закидываешь противника и таким образом трипл-линия будет просто-напросто выигрываться. Ну, конечно, соло-рип против триплы тоже отличное решение. Либо добить, либо подсейвить. Ну, обычно какую раскачку используют Undying? Большинство игроков используют 2-2. То есть 2 DK, 2 соло-риппа и потом максит Томпу. Потому что тамба на первом уровне совершенно как бы юзлис, а быть бесполезным Undying на первых лвлах никто не хочет. Поэтому надо там поначалу подкачать DK, подкачать соло-риппа, а потом уже там с ростом лвла уже выкачивать Томпу там где-то на каких-то, знаешь, перетяжках. Ты там, может быть, не на лайне ее используешь, а там на руинге, на хайграунд поставил, ее уже там так просто не разобьешь. Зомбики там появляются, грызут, там, если драка какая-то локальная возникает. Ну, вот начинается все время атака на Слардера. Забегает он, под карабейс дает краш, в итоге погибает Слардер. Казалось бы, безобидная ситуация, можно было держаться на дистанции, но каким-то образом он забежал слишком далеко. Ну и на верхней линии там разборки у нас пошли так же. Натс убивает Элдер Титана, в ответ его забирает Гирокоптер. Блэка теперь пытаются взять два героя, у Блэка Паунса нет. Роккот Берриджем его расстреливают, у Блэка большие проблемы. Хочется отпрыгнуть и завязать Хилинг Селф, но еще Шадоу Пойзон стакается в спину. Блэк остается 20 хп, его просто не добили. Не было маны на очередной стак Шадоу Пойзона у Шадоу Демона, поэтому, да, Сларк тут выживает. Очень не обидно. Так глубоко зашли и были шансы действительно убить Блэка, но в целом Сларк тут все равно не фармит. То есть свою задачу в ДГ выполнили, они поняли, что не придет к ним Нага Сирена на бота, не поняли, что Нага вообще в миде будет стоять, и поэтому просто пошли убивать Сларка. Хорошее решение, но основной проблемой тут, конечно же, не Сларк является. Основной проблемой тут является Джабс на Наге, которому ничего сейчас не сделать. Он стоит в миде против Инвокера, Нага Сирена против Инвокера хороша, она вообще хороша против... Я честно тебе признаюсь, я не знаю героя, которые реально Нагу выигрывают. Ну, может, Эмбер Спирит, я видел матч Ликвид против Тим Сикрет в рамках то ли Фейсета, то ли Дота Пита, ну, в общем, какой-то европейской лиги. И там вот было противостояние Наги Сирены против Эмбера, против Эмбер Спирита. Эмбер Спирит отстоял очень хорошо. Ну, не так, чтобы там Нага совсем осталась без фарма, но он отстоял очень хорошо. Со всеми остальными персонажами Нага как-то вот, те матчи, которые я смотрю, она хорошо справляется с Инвокером, там в 99% случаев она стоит просто великолепно. Не пробивает, покупаешь пурманшилд, и никаких проблем у тебя нет. Добиваешь крипов с помощью этого рептайда, бота лобуется в полный порядок. Ты можешь даже не получать тычки от Инвокера, ты скастуешь иллюзии, которых много и которые на первом левеле убить очень тяжело. Направляешь их там на рейнджового крипа, коцаешь, коцаешь его понемножечку. Потом рептайд нажимаешь, у Инвокера ноль шансов его заденайся. Икспу ты все получаешь, денежку ты получаешь, лайн пушишь быстро, на руну выходишь, все контролишь. Ну, в общем, стандартная игра на Наге в миде, да. Ну, в общем, и показывает нам джаб, что действительно Наге он стоит здесь хорошо. 45 на 5 крипстат, в то время как у Инвокера мы видим 30 на 5. Но есть еще и другая проблема у ребят из FDG. Это, конечно же, Никс, которого был просто замечательный старт на оффлейне. Они убивали здесь Слардера, он добивал крипов, у него уже есть Аркейн Бутс и уже есть левел 6. Ну и, соответственно... Ну и, соответственно, скоро он уже будет перемещаться по карте, используя Виндетту и, конечно же, гангать противника. И мы видим, что Геракоплер уже забил на идею гнобления Сларка. Они уходят вместе с Шадо Демоном на линию нижнюю. Слардер, судя по всему, должен будет отчего-то свалить, сдал им тпшку. И уходит, конечно же, на топ. Никс, кстати, пытаются взять, но Никс уже очень отличным уровнем, поэтому никаких проблем у него нет. Он спокойненько уезжает свои карапейсы и благополучно выживает. Ждем, конечно же, активности со стороны Айс-Айс-Айса. Мы вчера видели, как он просто отличнейшим образом исполнял таких героев, как Тимберсоу. И в целом очень стабильный оффлейнер, поэтому я думаю, что с Никсом у него проблемы не возникнуть и не должны. Ну и Андайк теперь не заходит за спину. Здесь Слардер. Слардер они разочек уже принимали. У Слардера левел 5. И в целом тоже неплохой, тоже Транквилбут себе взял. Ну и на него уже пошла атака Баунс. Ждем, когда Слардер отстанется, чтобы дать ему как раз-таки Фростбайт. Фростбайт дают. Минус Слардер. Ну и Х-Вай еще продолжит Вейла пробивать. Вот таким вот образом зарабатывает тебе еще один килл. Катапульта здесь в живых остается, следовательно, можно еще и Тавар подкушать. Включи на Торс, наверное. У тебя там особые бинды. Я пытался сам переключить. Да, ты не разберешься в моих кнопках. У тебя слишком странное управление. Оно самое удобное в мире. Я не знаю, просто даже Ветель потом пришел, когда попробовал мои настройки, он сказал, что они лучше, чем стандартные. Да, ты мне напоминаешь квейкеров в ранние годы, которые держали клавиатуру на коленках, прыгали правой кнопкой мышки, стреляли на пробел, на что-нибудь в этом духе. Ну, им было удобно в то время. А там я тоже. Ну что, у нас есть легкая двенадцать со стороны Team Faceless. Просто обратите внимание на эти индивидуальные нетворсы. Они просто явно выше, чем у Fire Dragon Esports. Потому что Naga выходит безоговорочно в топ-1 позицию. Соответственно, 4-300 у нетворса. Обгоняя инвокера на целую тысячу уже. Ник, соответственно, перефармливает чешову оффлейнера. Сларк, будучи керри, перефармливает керри противника. А вот, кстати, забавный момент. У Сларка четвертый нетворс на карте. Ну, то есть он не отстает особо от Никса и перегоняет там Слардара. Типа он даже гирокоптера перегоняет, ёлы-палы, который ему не должен давать фармить на топе. Это как так? Но они же постояли совсем чуть-чуть, плюс ко всему он там не умирал. Так в смысле? Десять минут постояли. Они там ему давали крипов переагривать. Да, минут шесть. А то же давно уже сместили с оффлейна. И он сделал килл, он сделал два ассиста. Поэтому порядок теряний Бена пытаются взять. Бен уходит. Уходит также у нас Нага из-под Санстрайка. В это время забрали уже Элтер Титана. Янг здесь тоже под Том Стомом встрял. Уйти никуда не смог. Вот такие минус два суппорта. Тим Фейслес хорошо принимают эту атаку. Ну, и еще, может быть, будет план перехват на Бена. Но Бен у нас просто юзает ТП-аут и уходит. Ну, там юзлис Санстрайк, когда там пачка иллюзий. И сколько там, на четверых там он троих разделился бы, если смотря, сколько там иллюзий там встал и вообще сколько юнитов. Поэтому, да, особо это не решает. Ну что, действительность игры у нас уже позади. Преимущество выросло у Тим Фейслес до 4000. Уже действительно довольно серьезное такое преимущество. И при этом при всем еще и Никс даже во всех драках участия не принимал. Он просто стоит на своем оффлейне, не уходя с этой линии, фармит крипов, фармит он там огромное количество себе экспы. Но вот сейчас его поймали. Демоник Порш, пытаются под Санстрайк подсадить. Отличный карапейс, просто замечательный. Ассайз очень вовремя их юзает. Ну и по итогу убивать здесь не получается. В том, в ответ приходит Тим Фейслес, его тиммейты. Заходит Нага, Нага на хосте просто за гирокоптером до конца. Гирокоптер пытается отстреливаться с помощью Rocket Barrage. Джебс аккуратненько использует ботл, идет до конца дальше. Элтер Титан, конечно, мешает. Джебс уворачивается просто от всего и идет до конца за гирокоптером. Отличная микроигра Джебса. Под колдаун подставляется правда Сонговый Сайрон. Отлично, можно пережить. Конечно, гирокоптер пока не добивает, делает тп-аут. Пацан Санстрайк тоже подставляться не собирается. Тп-аут отменяет, судя по всему, и попытается добить все-таки. Я думаю, гирокоптер ставит Стом Стоун. Да, гирокоптер падает, зажимает. Тут еще и Вейл остается один без поддержки своих тиммейтов. Нужно хоть что-то сделать, пытается Стом Стоун разрушить. Но здесь уже Никс просто одним ударом убивает суппорт противника. По итогу минус 3, никого не потеряли тимм Фейслес. И можно при этом еще и забрать тавер. Полный порядок у этого коллектива. Просто все, все замечательно. Ну, я не помню, с кем вчера Фейслес играли. Но, учитывая то, что они все матчи выиграли, по-моему, у них сегодня легенькие игры. Вот они с FireDragon не играли. Сейчас это легкие очки для них. С кем у них еще есть матчи? Сейчас посмотрим, расписали. Вот с Фнатиками им еще нужно играть. Вот это для них самый тяжелый будет матч, потому что Фнатик топ-2 сейчас в группе. И Минески. И Минески, да. Ну, в общем, тут два футболика. А где Минески? Погоди, что-то я не вижу. На параллельной трансляции у нас будет матч. Ага. Фейслес Минески, Фейслес Фнатик сегодня на параллельной трансляции. И вот один матч, который мы смотрим сейчас. Ну, соответственно, три игры всего осталось. А, ну да. Получается, они с аутсайдерами только вчера играли, да? Да. То есть, как бы, Минески и Фнатик это топ-3, топ-2 и топ-4. Топ-2, топ-3. Топ-2, топ-3 в группе. Ёлы-палы. Ну, зато это плюс мораль на второй день. Ну, конечно. То есть, 5-0 всегда приятно. Да, ты всех там повыигрывал, и ты уже в хорошем настроении. Ну, вот, в отличие от Na'Vi, да? Которые вчера четыре игры поиграли подряд. Они еще теоретически могут, как бы, выйти, там, какой-то шанс у них есть мизерный. Вот. Но все равно. То есть, ты четыре игры проиграл, тебе надо еще все выиграть, и при этом... То есть, ты должен сделать все, что от тебя зависит, и то это не гарантирует тебе результата. Ну да. Действительно, ситуация очень неприятная. Опять же, идти на отдых, зная, что ты сейчас явный аутсайдер на последней строчке, это всегда неприятно. Ну, Fire Dragon Sports, они, в общем-то, и не на последней строчке оказались по итогу. Они оказались на, получается, седьмом, шестом, пятом даже. Седьмом, седьмом месте. Считаем 1-3. Есть команды, которые отыграли вчера групповую стадию хуже. Это MonGolf 0-4 и RRQ 0-4. Но, тем не менее, конечно, такой результат пока на плей-оффе невозможно. Подловили, тем временем, Слардера. Слардера начинается взять. Их здесь вместе с Black'ом. Ну вот, начинает бегать, а сейчас сайт по карте. Отлично перемещается и все получается сделать. 3-10. Перестали делать фраги у нас FDG. Зато вот Team Faceless не останавливается. Мои преимущества, соответственно, растет. Действительно, похоже, такой утренний разогревочный матч для Team Faceless. Пока у них получается абсолютно все, что они задумывают. А вот Fire Dragon и Sport пока не могут найти свою игру. Да, Fire Dragon и Sport сейчас идут в смоке в надежде найти вражескую команду. Но тут Faceless использовали сканы, по-моему. Даже если кого-то Faceless найдут, то... Даже если кого-то Fire Dragon найдут, то Faceless будут готовы к этому выходу. Но вот они уже занимают хорошую... Они тут подберутся. Они тут подберутся. Сейчас будет сон, будет томба и будет драка. Герапейс аккуратно там поставляется и встречает здесь Х. Но КПП не потерял. Хороший станок у Дракистана, между прочим. Трех героев подстанил, но здесь встречает Crystal Maiden. Отличный фризинг филд. Собирает Геракоптер. Дракистана здесь три героя также не отпустили. Ну и попытка уйти у Янка. Янка остается 289. Здоровье. Давит он на пятки. Но и тогда не было просто меч. Вот очередная атака стороны FDG, которая не принесла никакого профита. Более того, сами они потеряли огромное количество денег. Ну и противник, конечно же, но это оказалось под видом. Ну и дальше ныряет Сларк. Мотает, ну что Блэк, у них тут прочих денег. На покупку Shadow Blade он его даже не приобретает. Просто продолжает пить хрифов. Продолжает нагнетать верхнюю линию. Да, вот, конечно, очень сложно сейчас будет стоптироваться к текущим раскладам FDG. То есть все, что у них пока есть, это Hand of Midas у Брайанта на инблокере. Других артсвактов просто нет. Самый дракостойчивый вообще это. Есть, конечно, Драма по Эншенс еще. А другие герои просто без денег находятся. В Xeon G ничего нет. А Билла, Брейсер, Мэджик Бонд. Не, ну как, это не совсем ничего, но как бы тенденция такая, что у него потом будет ноль фарма. Потому что сейчас Нага наберет Radiance. И все. Ну вот у него Radiance появился. 15-ая минута. Такое ощущение, как будто в миде стоял Алхимик. Ну да, есть такое ощущение. Ну, вообще никто не помешал Джебсу, поэтому к нему приходили. Он на развороте делал киллы, делал ассисты. Топовый, конечно же, Нетфорс. У него КПМ. Давайте просто посмотрим. 446 уже. И этот КПМ сейчас будет просто расти. Просто потому, что иллюзии будут отправляться в разные стороны, конечно же. В леса чужие, в леса свои, по линиям. Дрифта это все пачки будут выфармливаться. И уже, мы видим, довольно тяжело он справляться с этими самыми иллюзиями. Ну, в теории, конечно, вот по плану и по пику FTG, это должен быть герокоптер своим флэком, который иллюзии будет расстреливать. Но, опять же, такой герокоптер, который не имеет фарма, иллюзии Наги не расстреляет ни в коем случае. Ему нужный арт-станк. Готов, шадоблейд уже у Блэка. Блэк, по идее, тоже может уже носиться по карте, делать какие-то фраги. Ну, мы видим, что грамотно распределить свои ресурсы по карте тем фейслес, то есть они на всех трех линиях находятся. Ну, сейчас, конечно же, пошла перетяжка на топ, потому что FDG решили подпушить. И тут герокоптер встрял в соло, просто забирает его Блэк. Слардер контр-инициирует. Сларк. Да, тут Энс, конечно же, нажмет. Тарпак. Тут, получше, сваливает. Да, пуш установлен таким образом. Там антайк, более того, пришел, хопстоун поставил. Большие проблемы у Брайн, потому что демон просто по-добру по-здорову сделал ТП. Ну, и Слардер также сматывает сейчас своего Блинтагера. Ну, вот только что погибает единственный герой, на которого была надежда у FDG, который имел хороший фарм. Ну, и то Инвокер, это как бы топ-1 Нетворс Инвокера. Это возможность выиграть чуть позже, скажем, минутки где-то на 25-30, потому что, ну, как показывает практика, соло Инвокером сейчас очень сложно делать фраги. Вот только Миракл умудряется. Поэтому я его считаю лучшим Инвокером на сегодняшний день. Вот мы там вчера видели, как на Инвокерах играют другие ребята. Да, вот в Сея-регионе тоже очень много талантливых игроков. Но вот именно Инвокер, который в соло убивает, вот только Миракл. Ну, Вихо может быть. Ну, наверное, да. Наверное, Вихо тоже неплох на Инвокера. Но вот сейчас, как поменяли Бласт, да, что он не дизейблит. То есть ты получаешь Бласт, только дизарм получаешь, тебя толкает. А так ты там можешь какие-то блинк заюзать, там что-то еще нажать. Вот. Сейчас уже очень сложно Инвокером соло убивать. Там надо, ну... Во-первых, пространство должно быть хорошее, чтобы человек был реально один. Чтобы он был... Чтобы его никто не засейвил. Попадает кирокомнициатора. Слартова не флакает. Слезно, короче, получилось. Слартов хорошо вошел. Пошел в кризис-филл тем временем от кристалл-мейда. Ондайнг поставил том-стоп, присключил форму. Сянджи флэк свою расстрелял, но противник дэмэджа практически не прочувствовал. Кирокомнициатор возвращается в драку. Кирокомнициатор просто уйти не смог. Сделали очередной килл. Тут уже мега килл со стороны Ондайнга. Ну и... Просто в целом... Тир-2, наверное, подпушивает. Соковый Сайрон пошел. Просто сцепило двух рядом стоящих персонажей. Шатудемона и Инвокера. Можно по таймингу подкопать. Сейчас Ай-Сай-Сайсу подкапывает двоих. Шикарно сыгран. Также Паунс разрывает двух героев. Слартов ушел. Ушел, конечно, Рудорстан. Внутри оставшихся персонажа. Находится в тавер. 18-3. Тотальная доминация со стороны Team Faceless. Преимущественно, потому что, наверное, нет смысла показывать. Оно и так очевидно. С вооруженным глазом. Что по экспириенсу, что и экономической составляющей. Ну и, конечно же, спокойно забирают. Тир-2 выигрывая пайс за пайсом. Ну, очень близки к тому, чтобы Team Faceless выйти по итогу первой карты второго игрового дня с шиком 6-0. Максимум. Точнее, минимум, который не могут получить после этого. Это 6-2. То есть 6-2 это 100%. Проход с плывёк минимумом, наверное, с 3-го даже. Здесь, как это обычно бывает, не особо... Играет роль, с какого места ты выходишь, что надо попасть только в 3-го. Оставшиеся игры, Team Faceless могут, в принципе, даже не играть. Подожди. То есть места в группе, ну, места в плей-оффе как-то распределяется, кто с кем. Ну, скорее всего, первое с 4-го, второе с 3-го. Поэтому все-таки какая-то разница есть. Но я бы не сказал, что там совсем нет разницы. Если, ну, ты же должен обеспечить себе убить, ну, вот прям удобное прохождение по сетке, если ты дальше хорошо сыграешь. Ну, в любом случае, придётся выигрывать всех, чтобы выиграть ту самую квоту. То есть... Да, само собой. Сыграешь ты против второй команды, да, против треть, неважно, в принципе. Никс на твери не заходит, пытались так вот на халяву подкопать пункер. Не получилось что-то сделать, пункер просто уходит. Слардон, каким-то образом, пытался контур синициировать. Слардон получил отпрыгивать, скидывает себя Тарпак. Тарпак там скидывает себя, аплипает эмбдж. Ну и сваливает. Ну, а джем занимается своими, конечно же, делами. Просто раскидывает иллюзии в разные стороны. Чужим лесам, опять-таки, линию центральную он поддавливает. Котов рейтинг. Котовый тревел. Что-то тебе, кстати, еще. Я же уже. Так что, он в полегче, своя артефакт его выйдет. Ну что ж, 21 минута, и Никс опять заходит. Опять-таки попытка через блинк дакер синициировать, сцепить кого-то из FDG, но не представляется, ребята. Надо, конечно, перестать умирать. Можно сцепиться по армению, каким-то образом, может быть, сыграть такие от дефа. Что-то подфармить, дополнительные какие-то себе, не знаю, артефакты. Надо надеяться на то, что где-то Team Faces призаходят на хэграун, там будет сюда ошибка. Тут знаете, что делают иллюзии. Иллюзии просто заходят, бедняжка инвокер вынуждена отходить. Иллюзию убивать сложно, иллюзия прожигает с помощью своего радиуса. Даже Disruption, который кинул что-то демон на иллюзию, не сработал, потому что иллюзия просто могила. Никс пошел вперед, стоят на бронительные сентри. Никса можно здесь, между прочим, попытаться поймать. А сентрик, между прочим, в команду Faces. Многие не видели, собирает еще выстрел от Томбстана. На развороте в долл-даун, в исполнении керокопка. Заходит также Флэг, Блэг вытлокер, Паунсин мажет. Антайк ставит Томбстон, Бен сваливает. Но здесь не очень точная атака становится. Флэст, Нага Сайрон, юзает Слип. Заходит, видит здесь двух-трех героев даже. Можно подкопать, выберу хорошую линейку, подкапывать только одного. Ну, там хватает, чтобы забрать быстрый токера. Лучше керокоптера подловили. Есть уже Гарден Крифс, минус три. Токер делает байбэк, минус четыре. Янг пытается отступиться, они погони от Блэка, от Джапса. Янг пытается зацепить, и Вэлд дал 100. А Блэк предварительно поражал Тарпак, поэтому подстан не подставился Блэк. Возвлекаются, просто бегают. Уже ввозят, в полный, конечно, порядок. Ну и почеменку подломать уже внутренние строения на базе Fire Dragon и Sponsor. Да, тут совершенно без комментариев. Team Faceless просто чудовищно доминирует. Так, у нас тут просто ходили наши техники, помогали нам со звуком настроиться. Чтобы вы понимали, на протяжении всей этой карты кто-то подходит и что-то крутит. Да, да, да. Поэтому мы тут немножечко на такой наизмене сидим. Поэтому напишите, друзья, кто в чатике нас слышит, все ли в порядке сейчас. А то я вот обратил внимание, что тут работяги жалуются, говорят, что хрипим мы, громкость неровная. Мы это и сами слышим. Да, но у нас дилей есть на стриме, поэтому такая, скажем, обратная связь не очень быстрая. Это хромает немного. Ну да, то есть любая реакция на наши изменения только через 5 минут будет актуальнее. Имейте в виду. Но спасибо в любом случае за обратную связь. Нам ваши сообщения помогают настроить качественный стрим. Итак, на Рошан заходите временем Team Faceless. Надо забрать Aegis. В общем-то, пока хайграунд еще стоит у FDG. То есть внешние линии не были потеряны. Следовательно, есть еще даже теоретические надежды FDG на камбэк. Хотя, конечно, мы смотрим на Networx и понимаем, что Naga Siren переформила суммарно инвокера и гирокоптера. Это, наверное, не самый лучший показатель для FireDragon и Sports. Зная это, тяжело реабилитироваться. Ну и тот же самый с Lark имеет. Также Networx сравнимый со совокупностью Networx, инвокера и гирокоптера. Фотальная, конечно, доминация. Просто 25 тысяч преимущества уже имеется. Ну ладно, в любом случае, дорогие друзья, имейте в виду, что более равнозначная, такая равноценная игра у нас на параллельной трансляции между Mineski и VG Unity. Между прочим, между главными фаворитами в рамках данной группы ребята имеют 3-0 и 3-1. Вчера они очень хорошо отыграли, та и другая команда. Один из ключевых матчей, который проставит там на места, кто какое место будет занимать в плей. Поэтому тоже смотрите, на параллельном канале опять же трансляция будет идти. Ну а мы продолжаем. Пауза отжимается. 23-3. 24 минуты встречи. Спокойно Рошана будут забирать Team Faceless. Достанется Аегис. Ну, наверное, Сларку. Соломон идет вперед. Можно дать, кому угодно можно дать. На самом деле здесь Аегис. Это уже не так важно. Важно просто Рошана забрать. Ну и забирает от себя Аегис. Все в порядке. И БКБ. Есть у Сларка. Я решил Блэк не рисковать, не покупать какие-то статовые вещи. Нужно на хайграунд заходить, учитывая, что там инвокер и гирокоптер с Элдер Титаном. Без БКБ зайти на ХГ будет просто невозможно. Ну, давайте, друзья, будем откровенными. Эта игра уже закончена. Мы лишь ждем, когда Team Faceless наберут критическую массу и смогут просто зайти на хайграунд. Потому что, что бы сейчас на карте не происходило, Team Faceless всегда могут отойти с вражеской части карты, дофармить свои вещи на Наге и победить, по сути. На гирокоптере физически невозможно фармить так же быстро, как фармит Нага. Тут только если Team Faceless сейчас выложат вещи, разобьют их и пойдут на фонтан, тогда, в принципе, гирокоптер, наверное, побольше нафармит. Тут, в общем-то, есть, может быть, мизерный шанс того, что ФДГ отобьются на своем хайграунде, купят какую-нибудь, может, рапиру там на гирокоптере после БКБ. Ондайн, кстати, очень серьезный дамаж получает, но у него Аегис. Да, ему как раз таки и дали. И вроде раскисовались неплохо ребята из ФДГ, но убили вроде и с упортом, но он даже с Аегисом, то есть никаких проблем нет. Рассказ был потрачен. Это самое неприятное. Пока пойдут кулдауны у таких вот дамажащих способностей у Инвокера, драться будет практически невозможно. Вот есть Росплит, и вообще каким-то образом пытаются ФДГ вот сдерживать на диск противника. Конечно, Карапе сьюзается Тайсайсайса, все в порядке. Ну и аккуратно бараки проседают. Подкоп хороший от Никсата, между прочим, можно продолжить драку. Есть дисрапшн для сейв гирокоптера. Гирокоптер пытается отступить, прожимает барабаны ФДГ и... Да, сваливают даже, никого не потеряли. Ну хорошо, хотя бы так. Барак, правда, все равно падает, конечно. Есть еще Глиф, Глиф можно потратить. Снова Никс ныряет, отличный подкоп по Брайанту. Инвокер пал без байбека, Бен здесь просел так же, в юлу его подняли. Бен, нужно уходить, иллюзии за ним до конца идут. Очень неприятно, Рейдинс сжет, Бен. Бен, сваливать надо, Бен сваливает. Остался на развороте. Кулдаун. Как хорошо заходит Никс против таких героев. Просто подставляются под все станы Элдер Титана, под все кулдауны, флэки от Никса. И вот этот гирокоптер, конечно же, и Никс практически контрит всех. Да, Брайан просто пишет ГГВП, понимая, что здесь это просто невозможно выиграть. Ради приличия ребята дотянули там до первой потерянной линии, но это было без шансов, к сожалению. Прям очень атаколиточная, конечно, игра. Ну а что ожидать? Это команда, с одной стороны, ну, фейслес, я имею в виду, ребята, которые ни одного матча вчера не проиграли, а Файер Драгун — это команда, которая вышла с опен-квалификации. Пускай они там боролись как львы, но все-таки разница ощутимая между фаворитами группы и аутсайдером. Есть такой момент, вот, например, сейчас, да, у тебя фейслес 6-0. Ну, по большому счету, как бы, команде потеть не особо нужно в оставшихся двух матчах. И если бы, например, ну, вот, фейслес против FDA играли сегодня последней игрой, фейслес могли бы сказать, ну, типа, ребят, вам нужны очки? Ну, забирайте. Ну, фейслес даже не стоит не особо напрягаться, например, в оставшихся матчах. И, кстати, даже рекомендуем вообще не напрягаться при игре против Fnatic и именески, зачем палить страты, если вам в плей-оффе встречаться. То есть вот такой тоже очень важный момент — это MindGames. Есть минусы определенные вот в таком именно формате проведения игр, что есть матчи, которые абсолютно ничего не решают. В случае, если команда доминирует, как сейчас, тем фейслес.